Зловоние и летающие по участкам мусор. Правда жизни восьми улиц южного поселка Чебоксар этим летом. В республике стоит зной, жара выше 30 градусов, самая благоприятная погода для гниения. Куда выбрасывать мусор, когда его даже вынести некуда? А подходить сюда не охота, бардак тут потому что... Местные жители хоть и негодуют, но все несут и несут. Пакеты, коробки, мешки и ведра. Здесь на пересечении улиц Магнитского и Фадеева место сбора мусора. Хотя так похоже на свалку. Четыре контейнера на восемь улиц. Вот это одна, как говорится, помойка у нас только одна здесь. Здесь проходят восемь улиц, наверное, где-то. И все оттуда, отсюда, все несут сюда. Мы просили, чтобы хотя бы туда еще подальше поставили контейнеры. Нету. Все молчат. У Натальи четырехлетний сын, и он, как и остальные дети, любит играть на песочнице. И получается так, что вынуждены ковыряться в песочнице рядом с мусорными контейнерами. Где, откуда, извините меня, пахнет, отвратительно. Летают мухи, запахи. Мы недавно с моей коллегой, соседкой, оскоблили мертвую кошку. Вот здесь вот от земли. Знаете, какой запах был от нее? А дети сидели вот так вот и пытались ее тыкать пальцем. Какая площадка такие игры, не говоря о жутком запахе. Вот в таких нечеловеческих условиях, просто чудовищный запах, играют дети. Мальчик, давай не будем играть на дороге. Каждый житель частного сектора всеми силами старается облагородить участок, но даже тысячи клумб не помогут избавиться от зловония. Вот мы стараемся, живем здесь, цветы сажаем, занимаемся, свои руки прикладываем, день и ночь тут поливаем, полим. И вот повернуться на 180 градусов, и вот, пожалуйста, вот такой вид у нас. У соседей есть негласное соревнование. После визита мусоровоза успеть заполнить бачок своим мусором. Как говорится, кто успел? Куда пойдет ваш выбор? Третий. Более свободный. Мы часто проверяем бачки, прежде чем сюда приходить. То есть, если бачки заполнены, мы у себя складываем просто этот мусор, а потом, когда освобождаются, приходим и складываем сюда. Куже тем, кто в этом ежедневном состязании проигрывает, приносит мусор, а места нет. Специально фоткайте, чтобы я мусор сюда выкидывала. Чтобы совесть была в администрации. Такой бардак устроили. Каждый день летят мусорные мешки в кучу, а по инстанциям письма о помощи. Приезжает машина, каждое утро они грузят то, что в контейнерах. То, что лежит на земле, они не поднимают. Они говорят, это не наше. В осенний период уже наступает, идет большое количество растительных отходов и ботвы. Начинают люди с огородов выносить высохшую траву, листву, и объем отходов в разы увеличивается. И складывается такая ситуация, что вообще не вывозится. Для решения данного вопроса мы видим только один вариант. Это установка дополнительного бункера. В связи с чем мы сейчас направим письмо и попробуем установить дополнительные бункеры. В свою очередь региональный оператор по обращению с ТБО считает, что бункер не поможет решить проблему. Предприниматели начинают бесплатно свозить в них мусор из магазинов и небольших производств. Жителям необходимо обратиться в адрес администрации с просьбой установить дополнительные контейнеры на данную площадку. Только это поможет в решении данной проблемы. В администрации Калининского района Чебоксар круг замкнулся. Администрация Калининского района приемная. Здравствуйте еще раз. Это национальный телевидение Чувашии. Екатерина вас беспокоит. Да. Денис Олегович появился на месте? Нет, пока его нет на месте. Я про вас помню. Позже будет он. Итак, два дня подряд. В итоге за один и тот же мусор отвечают вроде как два ведомства и одна администрация. На самом деле, что делать с обычными бытовыми отходами, не знает толком никто. Местные жители, хоть и негодуют, все несут и несут. Екатерина Шиверова, Павел Лисецин, Георгий Кривошейн, Бахтиар Вилеев, Павел Рядков, Республика.